Всем привет, дорогие друзья, с вами Лофи Алекс И я хотел бы вам Поведать одну историю Сегодня сидел я, в общем Проснувшись с утра Зайти решил на ютубчик и Случайно в рекомендованных Увидел ролик В общем, роль Какого-то прохождения от какого-то парня Может девушки, я особо не понял Там вроде было без комментариев, не важно Про то, что игра называлась Later, то есть письмо И сейчас вы её видите, да? Я глянул там какую-то серию Увидел эту новеллу И мне почему-то очень захотелось Попробовать её самому Теперь я немного поведаю вам о ней Она вышла В прошлом году, ну под конец уже Где-то года Она анимированная, она в стиле Хоррора, ужастиков, ну скорее хоррора Потому что я не думаю, что она Вроде говорят, она не такая уж и страшная Но она очень длинная Просто капец Там, я не знаю Очень много текста И Если вам будет, в общем, интересно После этой серии Это будет как бы пробная серия Я просто хочу попробовать И хочу Записать Потому что Дело в том, что Сейчас я в данный момент Прохожу на канале Девушка Кролупе 2 Да И помимо неё Я в другие новеллы не играю А до этого я играл Когда я не записывал То есть Я хотел бы объяснить, что Записывать и переводить новеллу Это намного сложнее Чем просто её играть Самому А не важно На русском А на английском Ну, я имею в виду В основном, скорее всего На английском Я про то, что Раз я прохожу сейчас Девушку Кролупе Я не могу играть другие новеллы Просто так Ну, блин Мне не интересно И я, в принципе Забил на них И делаю упор В основном на девушку Ну, вот Иногда с Саней О, с Ежовым играем Ну, игровой канал Алекса Ежа Как-никак Но Не часто И сейчас Вот я Очень заинтересовал Эту новеллу Я понимаю, что я буду страдать Если вы реально захотите Чтоб я её прошёл Очень длинная Там около 20 концовок Если не больше Насколько я слышал И Куча персонажей В общем Я про то, что Может быть Попробовать Ну, по крайней мере Первая серия Опять же, час будет Как обычно Как я привык Снимать девушку Сделаю вот Такое вот предисловие Короче говоря И опять же Придевожу Если вы не смотрели Предыдущее видео По девушке То обязательно посмотрите Но я вас предупрежу Как и в тех видео Мой перевод Чисто любительский Он корявый Сразу говорю Но в сути Вы должны понять Вот И Как я вас понял Слышал Эта игра Есть геймплей Ну, то есть Там надо нажимать на клавиши Иначе Твой персонаж Могут убить Куча выборов Вот Тоже Ну Я думаю Начнём, да? Приятного просмотра Всем Так А я сказал эту фразу И я Чё-то туплю Реально А нет Не сказал Нифига Ладно Теперь скажу точно Простите Я чё-то волнуюсь Потому что я Немного боюсь Когда У новелли Много текста И Выдержу ли я Час Ладно Мой перевод Чисто любительский Если вас не устраивает То вы можете просто Закрыть это видео И пойти дальше Если вас Всё устраивает То приятного Посмотрим ещё раз И Ладно Давайте Я чувствую Мне надо ещё будет Поиграться со звуком Потому что Мне чё-то кажется Меня оглушает Ну ладно Пролог Особняк Эмигрантов Он был построен Для Лорда Уильяма И леди Элизабет Эмигрант Из Лексимбурга Скромных посланников Мира И Любимых их Людьми Оба хорошо Были известны Своими Со своим Состраданием И щедростью Никогда не отказываясь Протянуть Руку помощи Всем Кто в ней Нуждается Под его влиянием И богатством Когда-то Маленькая Сонная Деревня Превратилась В процветающий И шумный Город Тем не менее Времена Радости В конце концов Закончились Когда добрые Дворяне Начали погибать От Огромной Чумы Их богатство И наследие Отныне Передавались Их единственному Ребёнку Леди Шарлотте Эмигрант Особняк Стоял 1620-х Годов Свидетелем Очень продолжительной Истории Радости И печали Ну Боли После того Как леди Шарлотта Покончила жизнь Самоубийством Великий Ном В конце концов Остался Необитаемым Громко И вот Когда это Все началось Окружающие Жители Говорили Что видели И слышали Неземные вещи Крики И вопли Которые Наполняли Ночь И слухи О загадочных Женщинах Которые В пустых Телах Бродили По залу Бесцельно Люди Которые Осмеливались Войти В его стены Просто Никогда Не слышали Об этом И не слышали Этого снова Даже после 400 лет Эти истории Остались Как и сам дом Шепоты Об одном Великом Доме Его Легенде И проклятие Все еще Падают На уши Жители Деревни Несмотря на это Нынешние Владельцы Убеждены Что эти Истории Всего лишь Байки Мистика Не обращая Внимания На правду У них была Брир Рилити Корпорейшн Которая Вернула Недвижимость В продажу Как ящик Пандоры Тайны Которые Лежат Внутри Ждут Чтобы Их Обнаружили Смелые Души Независимо От того Что происходит Они Не заботятся О том Чтобы Не потребляться Проклятием Удачи Я так понял Предыстория А это Первый Персонаж Честно Мне стоит Убавлять Игру Или Надо Опять же Тестовая Спонтанная Серия Если вы Захотите Продолжение То Возможно Я и соглашусь Но Это не точно Но девушка Будет Это точно Продолжение Ну Ладно Отрываюсь А привет Изабелла Ты здесь Ну Где тебя Носят Знакомый Нервный Голос Приходил С другого Конца В общем Ну Трубки О привет Роуз Я на Достатия Святого Горь Горейте Да Что Случилось Или В чем Дело Что Ты имеешь Ввиду Под Что Случилось Я же Про Особняк Глупый Я знаю Что А я Здесь Но А вот Ты Опаздываешь Боже Мы же Хотели Вместе Сходить Ты же Обещала О мой Бог Пожалуйста Не говори мне Что ты забыла Ты что Планировала Оставить меня Здесь Чтобы я Пошла В это Особняк И Проверила Его самостоятельно Не так ли Ты чёртов Ты чёртов Цыплёнок Крюсика Ладно Ладно Успокойся Знаешь Ты же знаешь Я серьёзно Отношусь К своим Обещаниям Ну Я бы Хотела Верить Ладно Поторопись И иду Сюда Это место Огромное Немного Чересчур Тихое Так как Никто Больше Не живёт Здесь Навсегда Но Тем не менее Оно Такое Красивое Почему ты так удивляешься Это ведь Не первый раз Когда мы Бываем там Я знаю Мне просто хотелось бы Жить в таком месте Это место Действительно Захватывает Мой дух И моё дыхание Да Я не буду уверена Насчёт этого Особенно После слухов Которые говорят Что Которые преследуют А Что это место Преследуют И охотят Боже Несмотря на эти слухи Прызыки Ненастоящие Ты же знаешь И даже если они есть Или нет То они же ничего Не смогут сделать Они же Ничто иное Как Духи Ты ведь Не можешь знать Наверняка Они могут Слушать и смотреть За нами Прямо сейчас И Ты не будешь Счастлива Если они В итоге Проклянут тебя Не обижайся Мила Но Ты как-то Слишком преувеличиваешь Ну Берешь ты или нет Лучше быть осторожным Верно Верно Не всякая собственность Которым мы продаем Заканчивается А в конечном итоге Будет с мертвым телом Набитым в диван А я думаю Что особняк Это то место Где мы Как раз Найдем Такую Найдем Один такой Я чувствую Это Это был один раз Изабелла Слушай Пожалуйста Ты можешь Быстрее Прийти сюда И мне становится Скучно здесь Одной Хорошо Хорошо Дай мне кое-что Закончите И я Скоро буду Хорошо Увидимся Пока Она бросает трубку Прежде чем Я Смогла Ответить ей Роуз Очаровательна Как всегда И кто это был Блин Анимации Я вот Хотел Как раз Тоже сказать Что Визуальные Новеллы Анимированные Я еще В такие Не играл Если честно Ну Я и не особо Их много Прошел Так-то И играл Но Ладно Не суть Я Посмотрел Телефон Чтобы Увидеть Ребеку Беку Она Вопросительно Посмотрел На меня Ну Это Просто Роуз 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 Это Та Который Сказал Что Будет Обучать Тебя На Твоей Работе Когда Вы Начали Вы Снова Работайте Вместе Час Поэтому Мы Дома Мы Выснили Что Этот Большой Особняк Деревне Аслем В Ремонте Сегодня Сегодня День Игорь Торжественного Открытия Для Публики Барка Хочет Дать Ему Последние А Последнюю Проверку Прежде Чем Выпускать Его Показывать Покупателям И Приводить Их В Этот Особняк Покупателям Покупателям Подожди Особняк Это Большой Жуткий О Которым Все Рассказывают Разве Ты Не Говорила Что Это Просто Вызывает У Тебя Страх Ты Действительно Хочешь Пойти Туда И Когда Вы Собираетесь Вернуться Ну Я же Обещала Рос Так что Я Не могу В общем Бросить Ее Там И кроме Того Работа Есть Работа Я Должна Делать То Что Нужно Чтобы Проживать Ну В общем Наслаждаться Жизнью Создавать Свою Жизнь Как-то Так Как только Эти слова Покинули Мой рот Бэк Мягко Усмехается Ничего Смешного Ничего Просто Я не ожидал Что ты Это скажешь Сходя Из тебя Это звучит Так По-героически Я имею ввиду Не бежать Но ты Ты Была Ведь Именно Той Что Говорила Что Это Место Было Жутким С тех Пор Как Ты Получила Его Проклятые Проклятия Слухи И все Такое Я честно Думал Что ты Отступишь Назад Не все же Время Я действительно Могу Использовать Огромную Сумму Наличные Деньги Прямо Прямо Сейчас Это Самый быстрый Способ Получить Это Ей нужны деньги По-моему Сорвать Куш Плюс Послушай Это А Бриор Релити Хочет Чтобы Он был Продан Как можно Скорее Агент Которые Устраивают Сделку Получит Огромный Бонус Они Никогда Не дают Бонусы Так Они Никогда Не дают Таких Бонусов Я хочу Сделать Свою Жизнь Намного Проще Они В отчаянии Я В отчаянии Это Прекрасно Симпатичный Взгляд Пересекает Ее лицо Ты знаешь Если тебе Действительно Ты нуждаешься В деньгах Можешь просто Спросить Меня Или Аштона Мы всегда Можем позволить Тебе Одолжить И Ты можешь Заплатить О Ну Вернуть Нам Долг Когда Сможешь Или Каждый День Подожди Там Что-то Вроде Я должна Держать Себе Не должна В общем Слух Выдавать Мысли Всякие Она вроде Видимо Хочет возразить В те годы Когда я узнала Я ее узнала Я уже могу сказать Чего ожидать Стоило Как только У нее появилось Это выражение В общем Она с ней хорошо знакома И если она делает Это выражение То Бека Я заметила Что ты живешь В институте И походу Я заметил Что за последние Несколько недель Ты Живешь Только на лапше Быстрого приготовления Она скрещивает руки И выпускает гримасу На своем лице Ее голос Слегка поднимается Когда она Начинает ругать Меня Мгновенно Мгновенно Мне напомнилось Почему Бека Преуспевает Обучение Неистовых Подростков А Она же Учитель Я только сейчас понял Что мы в школе Перестань Перестань есть этот мусор Они дешевые И они тебе не подходят Ты обязательно окажешься в больнице Если будешь продолжать это делать О Первый выбор Нифига себе быстро Ну Как я уже говорил Да Тут Куча выборов будет Я ем И другую пищу Тоже Ты не моя мама Окей Ты не моя мама О Чивка Я Прикусываю Или Да Прикусываю губы И смотрю на нее А Закатываю глаза В общем Я не совсем уверена Как я должна чувствовать себя Она Продолжает работать Или Или наступать на меня В режиме мамы Она Я рада Что Кто-то смотрит на меня Особенно В отношении моей семьи Живущей по другую сторону Земного шара Но Божественное отношение Бекки Может быть Ну В общем Становится болью Время от времени Для меня Она более властная Чем мама И это уже О многом говорит Ты не моя мама Я не говорила Что я она Нет Но ты действуешь Именно как она Тебе не нужно Все время Наставлять меня Или поучать Она дает Мне совершенно Не впечатлительный взгляд Сразу же Я подбираю себе Еще один Раунд Выговоров От нее Я не говорю тебе Об этом Я просто говорю Тебе По крайней мере О том Что ты ешь Ты помнишь Что случилось В прошлом году Ты оказалась прикованной К постели В течение двух недель После того Как съела Что-то плохое И мне пришлось Прислушиваться К тебе Чтобы ты плакала О том Как эти Пропуски на работе Вырвут Огромный кусок Из твоей зарплаты Ты хочешь Чтобы это снова Случилось Нет, мам Нет, мам Окей Только громкий Расстроенный вздох Исходил из нее Когда она Зажала Переносится Как помощь Облегчить И начать Головную боль Для нее? Я прикусила губу Чтобы не смеяться Над ее Лицом Которое она делает Ожидая Что Она скажет Больше Но когда Наконец-то Она поднимает Глаза Она просто Делает Смущенное Выражение Лица Я серьезно Ты не моя мама Рыбака Мария Изабелла Грейс После этого Я закрыла Рот Но я знаю Что она Не сердится И я не хочу Подталкивать Ее на это Разгневанная Ребекка А Бека Это не тот человек С которым я бы Хотел пересекать Пути в моей жизни Или ссориться Да Я видела Как это произошло Один раз И это было Не очень красиво Ладно Я останавливаюсь Останавливаюсь Ой Это анимация Я ворчу Но она похоже Не очень Ее это заботит Только Давай мне Маленький признательный кивок Хорошо Посмотри Если тебе что-нибудь Понадобится Скажи мне И я помогу тебе В любом случае Тебе Не нужно Делать все В одиночку Спасибо, Бека Я очень ценю это Но тебе Не нужно волноваться За меня Ты позаботился Оо мне После того Как переехала сюда И ты должна Сделать перерыв Ну В некоторое время И прежде чем Ты снова спросишь Нет Я Не поклонник Заимствовать деньги Занимай деньги Я не собираюсь Спросить тебя Дать мне То что я Что очень Тяжело Получить тебе Самой Ну ладно Это Ох уж Это твоя гордость Ты и твоя гордость Но Подойди В общем Зная Предложение Остается в силе Окей Я киваю в ответ Если только Чтобы заставить Ее отказаться От этой темы Но я почти уверен Что я никогда Не буду Принимать Это В общем Это предложение Ни Никогда Да Это не имеет Ничего общего С гордостью Я просто Много раз Видел Как дружеские Отношения Могут Стать Поворотными Повернуться В худшую Сторону Просто потому Что Из-за Нескаких Невыплаченных Долгов Ну да Наверное Она права Я не хочу Чтобы Что-то подобное Произошло Между мной И Беккой Мы можем Спорить О многих Мелких Мелочах Но она Уже Чувствует Себя Настоящей Сестрой Для меня Чувствуется Да Я не хочу Потерять Эту дружбу Из-за Чего-то Такого Тривиального Движение Бекки Когда она Быстро Посмотрела На что-то Позади Меня И Щелкает Ну в общем Отвлекает Меня От моих Мыслей Ну ладно Хватит болтать Обед заканчивается И мои ученики Должны вернуться С минут на минуту Ну мы можем Продолжить Позже Удачи тебе С твоими клиентами Ты лучше Относишься Ты лучше Относишься К своему Обеду Или что-то Еще А Или загляни К нам Еще на Обед Или что-то Еще Если Сможешь Продать В общем Я поняла Твоя ставка Короче С небольшой улыбкой Она возвращается К своему столу И начинает Просматривать Страницы Огромной Книги По истории Вероятно Вероятно Она работает Над планом Уроков На следующую неделю Или она Пытается По крайней мере Ее глаза Куда-то Смотрели В другую сторону И она не слишком Внимательно Относилась И наблюдала За тем Что Был Написан На странице Как будто Она услышала Мои мысли Бека Тяжело Закашливая Ее рука Посмешно Подошла Подобралась К губам Чтобы заглушить Звуки О, она болеет Походу Это вот Почему Я пришла В общем Проведать ее Для тех Кто Делать привычку Беспокоиться О других Людей Кубека Наверняка Забывает Что нужно Заботиться О себе Эй Ты уверена Что Сможешь Справиться Самостоятельно Я имею Ввиду Ты все еще У тебя Лихорадка Ой Потише Дорогая Не волнуйся Обо мне Я просто Выпью Немного Выпью Лекарства И я буду В порядке После дождя А, она простудилась Да? Я выравниваю ее С пустым взглядом У нее Она простудилась Пару дней Что-то О странной погоде Которая В общем Не была Была в общем Какой-то странной В последнее время Несмотря на мой совет Взять Неделю отдыха Я Нашла ее Квартиру пустой Когда Я упала К этому Утру Или вернулась Она даже Оставила Лекарства Которые Пописал ей Доктор Не взяла С собой В общем И Посмотрите Кто сейчас Упрямый Тут Ты же не должна работать Здесь Прямо сейчас О, правда Большое дитя Обычай бы Короче Я буду в порядке На данный момент Я Просто Зашла А Просто Иди На работу И делать То Что Девушка По имени Росса Не стала Ждать Тебя Я Позвоню тебе Если мне все еще Будет плохо И ты сможешь Забрать меня Если Это заставляет Тебя чувствовать Егче Лучше Ну да Вдруг ей плохо Станет Она Кидает Не Вспокающую Улыбку И я Могу Только Вздохнуть Почему Я так Беспокоюсь За нее Она Не останавливается Если Я решил Что-то Делать Ее Не Остановить Точнее Ладно Я Она Победила В общем А я Проиграл И я Просматриваю Свою сумку Чтобы Вытащить Ту самую Бутылку Лекарств Чтоб Она оставила Раньше У себя Дома Она Осторожно Посмотрела На нее Когда я Показала Ей Перед ней К сожалению Для нее Это одна вещь И я Не позволю ей Ити Своим путем Хорошо Но не забудьте Что сказал Доктор Выпей Вовремя Увидимся Позже Хорошо В ее глазах Появился Забавный Блеск Когда она Возвращается Возвращает Их Мне И кто-то Играет Теперь Маму Ребекка Хорошо Хорошо Я не буду Больше Себя Дразнить Я Обязательно Выпью Мама Мам Чертого Горла Опять Она Прежде чем Я смогла Возразить Она снова Посмотрела На часы Я принимаю Это как знак Чтобы окончательно Завершить Наш разговор И Мой Короткий Визит С небольшой Волной Я оставляю В покое И ее Мысль Тоже Дофига Техста Если честно Да Я ловлю Ближайшее Такси Чтобы Отвезти Чтобы Она Отвезла Меня В особняк Как только Я покинул Школу Что за звуки Особняк Это Какой-то Выход В деревню Но у меня Нет проблем С указаниями Ну Навигатор Я так понял По всей видимости Все в городе Лексимбург Знают об этом Включая все кусочки Слухов О том месте На самом деле Просто упоминание О его имени Достаточно для местных Жителей Чтобы Дать вам Осторожные Косые взгляды Мне было Тяжело В первый раз Попасть туда Когда я заметила Что Когда я это заметил Это только усилило Мою веру Это нечто большее Чем просто дом Даже известие Об этом Было Реконструировано И размещено На рынке Что вызвало Настоящий переполох К счастью Он умер Несколько недель Спустя Место Стало бы Намного сложнее Продать иначе Кто умер Я так и не понял Владелец дома Что ли Или там вроде Никто уже Я отворачиваю глаза От окна Как только Здание Не сжимаются На расстоянии Мы скоро Увидим Сельскую местность Почти Я быстро Взглядываю На часы И это Говорит мне Что мы Все еще Находимся В нескольких Минутах От Моего пункта Назначения Может мне Пока Проделать Обределенную работу Рос Попросила Меня Просмотреть Документы Об Особняке Я уже Перегля... Просматривал Их Прошлой ночью Но Никогда Не знаешь Что может Пойти Не так Хочешь Жить Умей Вертеться Как Сейчас Да Ну ладно Это просто Игра слов На самом Дель Я немного Стал просматривать Документы И вдруг Мой телефон Зазвонил Я понимаю Не глядя Кто это И Кладя его Между ухом И плечом Возможно Это Роуз Снова Роуз Угадай Угадай Снова Этот голос Эш Или Аш Аш В точку Эй Как дела Просто проверяю Будешь ли ты Все такая же Крутая Позже Вечером Ты имеешь ввиду Вещи С Заком Счезаны Да Он даже позвонил мне Посреди ночи Чтобы напомнить Тебе Не волнуйся Не волнуйся Я не забыл Я буду там Круто Увидимся позже Во сколько Ты В общем Вернешься Ну Заканчиваешь работу Около 5 6 Около Пяти Шести Вечером Я правда Не знаю Это первый день Эрмингард Мансин И мы Опередем День открытого дома Особняка Мегранда И мы ожидаем Немало Потенциальных покупателей Я забронировала Весь день Эрмингард Мансин После этого После полудня В общем Особняка Мегранда Ты знаешь Большой особняк И КБ В деревне Анслим Я направляюсь Прямо туда Прямо сейчас Че-то подумали Одна Да Ну Рос уже там Но да Я одна Понятно Похоже Что испуганная кошка Наконец Стала Храброй Заткнись Ну не замолчи Эшер смехается И я не могу не смотреть Закатывать глаза Как услышав это Ладно Ладно Увидимся Позже Позвони мне Когда закончишь Я Посмотрю Смогу ли я Забрать тебя Ой Неважно Пока Глупый придурок Всегда дразнит меня Всякий раз Когда Появляется шанс Я покажу ему Кто из нас Жесткий Оу Чифка Это заняло Еще несколько минут Пока я наконец Не добрался До печально известного Особняка Я должна признать Что вся собственность Выглядела Замечательно Снаружи Что это за звуки Ладно Не важно Тем не менее Несмотря на все это Он ничего не скрывал И это было И это было как-то Странно Неверно Или я ошибалась Что-то типа того Тем не менее В округе Трулинг Что это за звуки В округе Сохранившая область Была необычайно Безмолвной И только шелест листьев Мог Можно было слышать Когда А это шелест лист Тев такой В округе Ну и ветер В общем был сильный В то время Как деревня Астрим Находилась всего В нескольких милях Отсюда Каждый человек Целенаправленно Обходил это место С расстояния С расстояния Возможно Из-за страха Ужаса падения Под проклятие Особняка Что за сказки Почему-то Мне становилось Грустно А где Роуз Мне больше Это интересно Отсутствие Непосредственного Человеческого присутствия Просто делало Это место Еще более жутким Чем оно имело Быть На первый взгляд Если это необычно Средь бела дня Я не могу представить Как это место Смотрится На ночь Кстати секунду Я хотел бы посмотреть Что здесь вообще есть Auto skip Logi Сейвка Загрузка Журнал Что это такое О, тут есть Ну вот, да Наши персонажи Закрыты Их семеро Мы можем тут Строить отношения Я так понял Сэрбека У нас все Тип-топ Мариана Захери Ханах Изабелла И Изабелла А, это мы Изабелла Туплю Люк Эш Окей Прикольно Так Что это Осторожно Все что В общем Мы можем показать вам То что вы можете Не относиться К голове И вы можете Наловить спойлер Оу Не-не-не Скажи мне спойлером Правление Да Немного Проверить Ёлки-палки На самом деле Я Да Немного Пролог Начинал Ну чисто Проверить запись Не более того Это выход Да А это Типа Что Пропускаем Ну я понял Все Такси Драйвер Я планирую А вы Прованируете Зайти внутрь Да Мисс Голос почти Заставил меня Подпрыгнуть И Выпрыгнуть Из моей кожи Не отрывая Голоса от дома Я смущенно Киваю водителю Биение Моего сердца Проходит Пока я жду Когда он скажет Больше Но его единственный Ответ Был неуклюже В общем Голом Я мысленно Похлопал о себя Чтобы провести Дистанцию И быстро Передать Ему за проезд И С извиняющимся Взглядом В общем Подхожу от него Я так понял Я ожидал Что он уедет Как только я заплачу Но У него было Какое-то нерушительное Выражение Как будто Он Что-то еще Не досказал Что-то не так? Посмотрите Мисс Я уверен Что вы слышали Что люди Скажут Всем о том месте Я уверен Что вы слышали Что люди Рассказали Об этом месте Я уверен Что все что они говорят В этом доме Не хотят В общем Все что говорят Не стоит Туда идти Может быть им просто не нравилось жить здесь Ты никогда не узнаешь Ты никогда не узнаешь Об этом Или ты не можешь знать Наверняка Он уезжает Но то что он сказал Оставило Предчувствуем Моей Кишке Я Выпускаю тяжелый вздох Когда я приближаюсь Начинаю приближаться К дому Черт Услышав достаточно слухов Я должна была ожидать Что пойдет Такой разговор Но я уже здесь И резервирование Полностью Не мог В общем О пути назад Речи не может быть В любом случае У меня больше не было выборов Если я хочу получить Бонус этот И комиссию Так или иначе Я должна Продать это имущество Дверь приоткрывается Когда я добираюсь до нее Хотя моя собственная Копия ключей Бесполезно болтается В моей руке Роуз Да Роуз Должно быть Уже оставила ее Открытой Когда приехала Вот Как грубо А нет Это странно Возможно Может быть здесь были люди Раньше Но я никогда не знала Чтобы Мог кто-то так поступить В общем оставить Открытую дверь Вроде такая атмосферная Новелла Я вхожу И что меня приветствует Оставляет меня В общем Залипать Где роста Я не понимаю Мне уже от этого не очень Они очищали каждый уголок Попили В общем везде был Антиквариат Они обыскивали каждый уголок Щебень и щель И делали это Чем-то Все ради того Чтобы сделать этот Собняк Привлекательным Для современных Лордов И да Понятно Они в общем К продаже его готовили Ну да Он не выглядит таким Заброшенным Выглядит как раз Что можно жить Нем Ну как бы Они не старались Собняк по-прежнему Выглядел как Бездушный Как будто Он съест тебя Живьем Если вы спросите меня Они должны быть Просто послушали Что другие люди Говорили им И оставили это Место покоя Ну да Некоторые вещи В этом мире Лучше Оставить в покое И никогда больше Не беспокоить их Роуз Оу Даже эхо есть Я попробовал Позвать ее Роуз Я здесь Ты где? Мой голос Мягко звучал По коридорам Мое эхо Наверное Она что В прятки играет Шутит В таком большом месте Я не думаю Что она Услышит меня Независимо от того Насколько Будет тихо Она может быть Полностью на другой стороне Особняка Потому что Это все Что я могла предположить В общем О Я Я позвонить решил Я быстро достал телефон И набрал ее номер Но Номер который вы набрали Не был распознан Проверьте его И повторите попытку Что? Что значит Не признал О чем вы вообще говорите? Мы же говорили Некоторое время назад Не похоже Чтобы ее съели дома Верно? Или Или может быть призраки Услышали Как мы разговаривали И Увели ее Или Утащили ее подальше? Верно? Верно? Нет Я забыла Не будь дурой Не смеши себя Вероятно Она просто зашла Глубже в дом И потерял И потерялся сигнал Или что-то в этом роде Блин Чертов горло Вероятно Я снова набираю ее номер Надеюсь Что звонок будет подключен На этот раз Номер который вы набрали Не был распознан Пожалуйста Проверьте Повторите попытку Блин Безрезультатно Ох бой Ну я не знаю Как это нормально перевести Просто Ох мэн У меня очень плохое Предчувствие По этому поводу Роуз Если ты слышишь меня Пожалуйста Выходи Пожалуйста Роуз Это уже не смешно Ты же знаешь Что это место Пугает Никто не отвечал Нет Не сработает Это место Большое И оно может быть Где угодно Мне нужно Осмотреться И поискать ее Я глубоко Вдыхаю Прежде чем Углубиться В особняк Делав пару шагов вперед Я заметил Что что-то движется По главной лестнице Что за черт Роуз Роуз Это ты? Не смешно Я уйду отсюда Если ты не выйдешь Не уходишь, да? Не уходишь, да? Хорошо А я ухожу Окей Хоть это и была ложью Она мой друг Я не могу уйти Пока не узнаю Что она в порядке Снова Отчаявшись Я снова попытался Связаться с ней Пожалуйста Дай мне что-нибудь Плес Лорд А, господи Наверное, да? О, наконец-то Алло 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 Роуз Я в особняке Здесь Где черт возьми Ты ходишь? Или где ты находишься? О, вот Она не отвечает Но с ее стороны Доносятся какие-то тяжелые Помехи Я искренне надеюсь Что она снова Не отключится Прежде чем я смогу Получить от нее ответ Роуз Пожалуйста Где ты? Некоторые Проходят несколько минут Пока статичность В конце концов Не успокаиваются Ну, помехи Я... Я... Что? Что? Чердак? Почему? Дерьмо Она сбросила Ну, отключилась В общем Мэн Мне действительно нужно туда На чердак? Ты рехнулась? О, типикал хоррор С какой глубины Внутри особняка Находился чердак? Там почти Не было никакого сигнала Невидительно Что я не смогла Связаться с ней Ой, мне не нравится Походу Роуз Рип Ну, почему она там? Хотя Она же говорила Странным голосом, конечно Из всех мест Она просто должна Заставить меня Пойти за ней В самую В самую страшную комнату Это из этого места Она делает это Чтобы вернуться ко мне Ну, в общем Она отыгрывается На нас Из-за того Что я опоздал Ладно Не важно Я просто должна Пойти Чем скорее я встречусь с ней Тем скорее я буду Чувствовать себя Лучше здесь Я осторожно Поднимаюсь по лестнице Мои ноги колеблются Когда я мысленно Проклинаю тот факт Что я выбрал Этот дом Вместо того Чтобы выбрать Карьеру Которая не включает В себя странные Заброшенные дома Подойдя к вершине Меня встречает Огромный коридор Ох, елки-палки Еще и окна Открыты на распашку Он отделяется От двух основных Крылов Особняка Восточного И западного Крыла Окей Тавтология Здесь есть два чердака По одному С каждой стороны Но восточный Был превращен В складское Помещение И почему-то Мне кажется Что Рос Вряд ли блуждает Там Кроме того Ей никогда не хотелось Входить В такие душные Складские Помещения Поэтому я Направляюсь На западное крыло На первое Где простая Деревянная дверь В конце И открываются Небольшую комнату В общем Дверь Внутри Есть еще Чиспару шагов Ведусь Которые вели К второму чердаку О, сколько текста Тем не менее В отличие от главной Лестницы Лестница на чердак Была крутая И узкая Из старых камней И покрыта Толстым слоем пыли Который Поднимался в воздух С каждым моим шагом Слава богу Что еще день Не ночь Да Если бы Не свет Проходящий Через дверь Позади меня Я бы Могла Легко Споткнуться И упасть Насколько Старое Это место Что без света В общем Чистесный проход Никак не пройти Наверх Почему они Не удосужились Добавить Светельник Что-то Вроде Светельник Сюда Когда они Отремонтировали Эта мысль Ускак Зайд От меня Боже Они Они сделали Это С остальной Частью Дома Маленькая Спальня Поприветствовала Поприветствовала Меньше из моих проблем прямо сейчас Более неотложным вопросом является Где же Роуз Ее здесь нет Может это сон А, мне снилось, когда я разговаривал с ней Некоторое время назад Или я не поняла ее Нет, это не могло быть сном Какая музыка Коса-косов жуткая атмосфера этого поместья Делала такую замечательную работу Чтобы я оставалась бдительной И бодрствовала И я уверена, что она сказала, что она здесь Это прикол? Или может быть Этот телефонный звонок был последним сообщением Роуз мне Прежде чем проклятие охватило ее Или добралось Ох, ладно, мозг успокойся Ты не поможешь Не делай меня Не пугай меня больше, чем уже есть Но ее здесь не было И где же она тогда? Какие громкие звуки Кстати, сейчас ночь, если что Я люблю... Да, я вот вам открою секрет Если вам интересно Да, я обожаю хорроры Я всегда в них любил играть Особенно ночью И тут хоррорная визуальная новелла И ночью Вы же понимаете, да? Тру Проходящих хорроров должен играть ночью Так, что происходит? Что это было нахрен? Ну тут просто она сама ругается Это не я Вот и все Я больше уже не могу Я ухожу Я должно быть разозлило... А, мы должны быть разозлили Духов, живущих здесь Я знал, что беспокоить этот собняк Была плохая идея с самого начала Но никто не слушал Я чертова реалистка Они говорили Они думают, что я... В общем... Трусиха, потому что верю в проклятие, призраки и все такое Коко Цыпленок Я и мои диковинные заветные убеждения страны Они всегда стремились быть образцовым... А, я... А, я всегда стремился быть образцовым сотрудником Но не в этот раз, нет Я ухожу назад Я возвращаюсь ради здравого смысла Чтобы не сойти с ума, я так понял Потому что атмосфера вообще... А, Бриар Реалити может найти другого агента, который больше... Который больше чертов реалистик Чтобы путешествовать вокруг этого дома с привидениями А, перед тем, как я собираюсь уйти И посмотреть на мрачную старую комнату Я решил все-таки проверить Что? Что это? Ой, сейчас нарвется она Ах... Крепота Мои опасения о местонахождении Роуз Должны быть заставили меня Не заметить это Когда я впервые вошла в комнату Но на полу что-то было Это выглядело как... Письмо? Оно лежало на земле Всего несколько... Несколько сантиметров от моих ног Что, серьезно? А из явного любопытства я наклоняюсь и подбираю его Ух, анимация Странно Блин, нахерена Я не помню, чтобы я видел это в последний раз, когда была здесь Конверт даже, а не письмо Несколько дней назад я и несколько других агентов осматривали особняк, чтобы подготовить его к сегодняшнему дню Я была последней, кто заглянул внутрь на чердак и ушла И это, безусловно, было здесь С тех пор кто-то должен был оставить это в этой комнате Но Разве Роуз оставил это для меня? И что же... И была ли она здесь вообще? Ну, некоторое время назад Я бы не пропустила или не заметила это, не так ли? Только лестница вела на чердак А, я бы не пропустила ее, наверное Письмо не совсем в хорошем состоянии На самом деле оно выглядело довольно древним Какая музыка Бумага такая тонкая и грубая Я беспокоилась, что Она рассыпется, если я Дотронусь на нее Или подберу Но с большей осторожностью я открыла его И то, что я читаю В общем, колбасит меня до самого сердца Хелп ми, хелп ми Что? 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 О боже мой Никаких других слов, кроме как Спаси меня, а помоги мне Заполняли страницы Все это казалось написано Черным пером Или кровью Я взглотнула Такая же фраза Продолжалась и продолжалась пока Эта фраза, точнее Пять человек Или что-то Пройдет? Отправить сюда пять человек Или Или что? Или что? Я быстро, как могу Просматриваю заднюю часть бумаги И заглядываю в конверт Чтобы убедиться, что я не пропустила вторую страницу Но ничего другого не было Нет Пожалуйста, нет Вот эта крепота уже началась У меня дрожали руки, когда Ужас начал пронзать меня Комната вдруг стала В комнате вдруг стало холоднее Мне нужно убираться отсюда Я сложил бумагу по валам И вид, что встречает меня рядом Я Застыл на месте What the fuck? Я там не пропустил Пара пропитанных кровью ног Вошли в мое поле зрения Они были покрыты зияющими ранами С кожи съеденной Чтобы выявить плоть, кости Всевозможные вещи, которые не должны Ну, наглядно, в общем, выглядеть Это уже слишком Это Все это уже очень слишком Это уже перебор Я хочу плакать И звать на помощь Но слова Застыли у меня в горле И даже мои ноги не двигаются Полностью парализованные от ужаса О май гад Так много выборов Слушай, интересно, на самом деле Тут тупо не выберешь И не поржешь, да? Либо закрыть глаза И надеять И, в общем, плакать, типа Или свернуться к клубочкам Или Быть храброй и посмотреть Я не думал, что хорошая идея смотреть Ну, давай закроем Стори апдейтит А, вот это, типа Эффект Бабочки, да? Посредствия будут иметь, короче Я закрываю глаза и Про себя, в общем, читаю Горячие молитвы Пожалуйста, не умирай Я знаю, что персонажи легко умирают Тут Наш отец, кто на небесах освещен Освяти путь Добудет имя твое Молитвы В общем, молитвы учили меня в детстве Моя мама и мой папа Они бесконечно скользили сквозь мои зубы Потому что Бог О, Боже Если тебе нужно послушать любую из моих молитв Пожалуйста Слушай Если Бог не слушает По крайней мере, я Не увижу то, что убьет меня Холод Холодный комфорт Я жду Я жду уже довольно долго А, жду еще немного Но ничего не происходит Я В общем Как это сказать? Осмеливаюсь, да? Беру себя в руки И открываю глаза Ох Твою мать Только чтобы найти, что призрак Или что это было вообще Это что бы то ни было Он ушел Блин, не роз же это было Это был бы слишком, да, наверное Уже проникать в эту историю Классно на самом деле Комната обмывает меня Когда я шатко Встаю и Ухожу Направляюсь к двери Обмакивая его Я выскальзываю Ее Я выскальзываю Не задумываюсь И убегаю вниз по лестнице Прямо в коридор О, Боже Сердце Я оглядываюсь Чтобы убедиться Что Никого нет позади меня Опять этот звук Любой другой человек Возможно остановился И Отклонил бы этот трюк света Или какое-то воображение В общем Но я не хочу рисковать Я не даю этой возможности В общем не дам Поймать меня еще раз Если это была какая-то стража Я не думаю, что я когда-нибудь Буду чувствовать себя в безопасности Пока не свалил нафиг отсюда Чтобы это ни было Каждый звонок А Каждый звон в моей голове Говорил мне, что Он собирается выскочить В любой момент И Поймать меня Пока я еще Нахожусь здесь Я же говорила им Я же говорила им Я же говорила им О, боже, я Черт возьми Говорила им Боже О, мэн, о, мэн, о, мэн Спустившись по лестнице С яшным смехом Я убежала Выбралась отсюда И Моя обувь Я, в общем, поскакальзнулась И упала О, господи А пока моя спина не ударилась Из земли И боль Не ушла и в мое тело Черт, опять Моя голова В общем Она Была глушена Ее зрение тускнело Когда я боролась Чтобы остаться в сознании Нет Уходи Уходи прочь Я надеюсь, она не умерла Это было бы тупо Последнее, что я увидел Это те ноги, которыми Перед которыми я Ушла в темноту Эй, я нажимаю дальше Гудение нарушило тишину Я никогда не чувствовал Что Это усталость И Почему я начинаю набухать Втягиваться в сознание По своей воле Что происходит Я просто хотела спать Но Настойчивое жужжание Тыкание и подталкивание Не позволяли мне Мой старый матрас Возможно, не самый удобный Из мест Он не заставлял меня Больше стремиться Проснуться Изабелла Пять минут Еще пять минуточек, Бека Я уклонился от того Что настойчиво Дергал меня Давай Поднимайся Подъем Разве я не могу получить Несколько лишних Минут сна Обещаю, что буду работать Как только я встану Ты о чем вообще? Подъем Выкаслика касается моей щеки И что-то холодно Незапно Касается моего затылка Ледяное ощущение Медленно распространяется По моей площади Что вызывает у меня Чувство неудобства Ой, дорогая Ты вообще в порядке? Изабелла Изабелла Боже, ты слышишь меня? Изабелла? О, вот 21 октября Туман Немедленно поднимается Из моего сознания Когда я узнаю Голосы Мои глаза открываются Ого Передо мной стояла Роуз Пусть, где Роуз? О, вот Еще одна женщина Стояла рядом с ней Но мое внимание Слишком строготочено На моем Коагенте Даже спросить Почему Кто-то был с ней Подожди Роуз вот, да? Или вот? Я уже что-то Поза Роуз Только Беспокоилась Она Держала почти Прямое лицо Или Пыталась По крайней мере Я не могу Не чувствовать себя Плохо Чтобы В общем Выглядеть нормально У меня Кружилась голова Как только Я пыталась встать Это заставило меня Лечь обратно Или упасть К счастью Чувство Это чувство Успокоилось во мне Через несколько секунд Пока Осталось только Мягкое пульсирование Где-то в задней части Моей головы Немного Помов А В общем Роуз решил немного Помочь И я Пристала Она Уручает мне пакеты Для льда И В общем Рукой придавливает Его Где я Подоживаю Что был небольшой бугор Или уже Сформировался Если была светлая боль В области Указывала на что-либо Так Секунду Фак Не то Черт Не туда нажал Ну что Прошел час Да Наверное Ну или где-то Около того Вот она будет Первая серия Да Я Скажу что Новелла Классная И Я не удивлюсь Если она Реально Очень длиннющая Она Анимирована Звук Офигенный Меня просто Глушит И Если вам будет Интересно То вы можете Написать Оставить комментарий Типа Что вот Хотите Чтобы Я ее Прошел Потому что Сам За нее Вот прямо Чисто Сам Я вряд Ли Возьмусь Потому что То что я Почитал Что в ней Очень много Часов Очень много Текста Я это уже Заметил И если Конечно вам Будет интересно Я попробую Я могу попробовать Правда И вы можете Оценить по этой серии Будет ли вам Интересно Вообще И понимаете Ли вообще Смысл Происходящего Потому что Я могу Думать иначе То есть Я могу Вот переводить И думать Что вот Ага Все понятно И значит Человек Который Смотрит Тоже понятно Я кстати В девушке Скалопе Об этом Никогда не говорил Но Там текст Гораздо легче И не так много Там суть Проще понять Чем Например Такая новеля Ну мне так кажется По крайней мере Она будет 60 фпс Потому что Она анимирована Так что Все Чики-пуки Тип-топ Увидимся наверное В девушке Скалопе Возможно Если я начну Продолжать Эту новеллу То увидимся в ней Так что Увидимся в новых Прохождениях В общем Ставьте пальчик вверх Подписывайтесь Ждите новых видео Комментируйте С вами был Лайкс Надеюсь вам понравилось Увидимся